Девушки отдыхают Доброе утро! Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте, Людмила! Давайте знакомиться. Меня Вика зовут Авас. Меня Надежда. Надежда, расскажи, пожалуйста, как у тебя перед новогодним настроением? Хочется в школу тебе? Да, хочу. Честное, честное слово? Нет. Нечестное все-таки слово. Сказала, как есть. Осталось совсем чуть-чуть потерпеть, уже скоро каникулы. Будешь к нам с папой праздновать новогодние каникулы, да? Ну все тогда, что пойдем, чтобы не опаздывать. Пойдем в школу. Какие у тебя уроки-то начинаются? Деньги. Дальше дорога до школы. Казалось бы, ехать не больше одного квартала, но времени уходит много. И, как признается глава семейства, с дочерью всегда выезжают заранее. Потому что сыктывкарские пробки уж очень непредсказуемые. Сергей Вячеславович, на самом деле школа, пушкинская гимназия славится своими успехами, но парковочных мест вообще никаких нет. Наверное, для вас, как для родителя, ученицы, которые учатся в этой школе, это очень актуальная проблема. Ну, актуально, потому что, во-первых, я действительно вожу себя своего ребенка. Во-вторых, актуально еще потому, что я сам, как автолюбитель, подожу ее каждое утро. И то, что мы видим, действительно, я думаю, не устраивает никого. Ну, а выход очень простой, но в то же время очень деликатный и тонкий. Вот мы видим здесь красивые деревья, березы. Я не думаю, что им столько же лет, сколько этой школе, но наверняка они посажены давно. Поэтому вопрос простой. Их, наверное, придется вырубать когда-то и делать нормальный паркинг для того, чтобы безопасно и беспрепятственно подвозить сюда своих детей. Тогда и парковки будут более короткими. Подвез, высадил и поехал дальше. Спокойен ты, безопасности и ребенок. Еще не было и девяти утра, а депутат Артеев отправился в свой избирательный округ. Больше известный как столичный микрорайон «Орбита». Первая точка дислокации – 104-й детский сад. Здравствуйте, доброе утро. Можно к вам? Конечно, можно. Здесь гостям рады, особенно в преддверии Нового года. В садик вовсю готовятся репетиции, поделки на утреннике. В общем, у малышей жизнь кипит. К примеру, вот нагдавительная группа разучивает праздничные стихи. Сергей Артеев не смог удержаться и спросил, чего дети ждут от Деда Мороза. Зублс, Рокси, Братс, Трансформеры – в общем, список оказался длинным. Как не хотел депутат услышать что-нибудь привычное, чебурашка, фунтик, так ничего и не получилось. Разговор уже на эту, казалось, детскую тему продолжили взрослые. Заведующая рассказала, в садике собираются вводить специальные часы и показывать отечественные мультфильмы. Сергей Артеев, в свою очередь, обещал помочь. Сегодня у детского сада 104 уже много успехов. Этим летом ввели новый корпус в ЧОГе, открыли дополнительную группу. Но и на этом не собираются останавливаться. Мы улучшаем свои условия по возможности пребывания наших детей. У нас много чего, конечно, есть в детском саду и с точки зрения мебели, и с точки зрения игрушек, пособий и так далее. Но все время, конечно, ну так как прогресс идет вперед, все-таки, естественно, мы хотим еще что-то новое. Дальше по графику намечалась прямая линия. Но до ее начала оставалось больше полутора часов. И Сергей Артеев решил нам показать свой округ. Вот она, орбита глазами народного избранника. Сергей Вячеславович, расскажите мне, насколько вообще орбита – это сегодня благодарный, благодатный район для депутатской вашей деятельности. Орбита – это часть города Сыктывкар. Это огромный жилой массив, где проживает огромное количество людей. И проблемы орбиты – это проблемы, по большому счету, любого микрорайона города Сыктывкара. Они абсолютно такие же. Зима – это уборка территорий, благоустройство, чистка улиц, дворов, тротуаров. Другое дело, что, может быть, в последнее время наметилась такая тенденция, в силу того, что в орбите появляются крупнейшие торговые центры Сыктывкара, то, конечно, это вопрос транспортного сообщения и транспортной доступности. Дело в том, что, как мы все видим, если в городе пробки присутствуют по утрам, может быть, в вечернее время, когда люди возвращаются домой, то в орбите, в частности, на подъезде к торговым центрам, эти пробки существуют и утром, и днем, и вечером. Ну, а в остальном орбита, наверное, интересна тем, что это территория, которая очень активно застраивается. Цивилизация к нам приходит. Сегодня это вот один торговый цензап, это будет еще один следующий. Важно, чтобы город перестраивал в целом и коммуникации, чтобы мы учитывали эти особенности, которые сегодня вносят эти торговые центры. Вот этот пятачок перед торговыми центрами. Сегодня главная болевая точка в транспортной схеме Сыктывкара. Но уже скоро проблема частично должна решиться, заверил нас Сергей Аптеев. Будет осуществлен и построен наземный пешеходный переход. Он будет чуть дальше, да. Он будет, он будет. Ну, вот, насколько я знаю, он будет. Дальше, насколько мне, опять же, известно, значит, план на городской администрации сводится к тому, что будет продолжена улица Малышева, как пересекающая Октябрьский проскект, подходящая уже к другому торговому центру. Там и дальше. Поэтому все это делалось для того, чтобы и пешеходам было проще, но, естественно, водителям. Активно вообще тяжелая техника заходила в орбитовские дворы, я имею в виду, этим летом. Все ли дворы удалось отремонтировать, или все-таки остались еще болевые точки? Было уделено внимание за ремонту дворовых территорий. Ну, в частности, мы приезжаем как раз один из них. Вот он, этот двор. Заезд между домами 127 и 130 по улице Синчуковской. Это двор, который действительно требует скорейшего ремонта. В этом году мы засыпали его там, ровняли грейдерами, да. Но это все-таки, так сказать, не решает проблему принципиально. Поэтому нужен новый асфальт, нужны нормальные ограждения, нормальный заезд, чтобы люди чувствовали себя людьми. За два лета 2011 и 2012 годов отремонтировали больше 20 дворов. Но работать еще есть над чем, говорит депутат. А здесь уже этой зимой, впрочем, как и прошлой, появится каток. Со спортом Артеев на ты еще и следующий год пройдет под эгидой физической культуры. Поэтому этой сфере теперь особенное внимание. Главное в любом объекте, по словам Сергея Артеева, доступность для жителей города. Дело для нас уже стало традицией. Для этого мы установили и фонари. Хотим здесь разместить и прокат, который был в том году. Чтобы людям было действительно близлежащих домов, очень удобно приходить сюда в вечернее время, в дневное время, тогда, когда они захотят. То, что власти городские всегда рядышком, это упрощает вашу работу? Или все-таки они настолько заняты, что добраться до них, что они в Сыктывкаре, что в Троицкопечерске невозможно все равно? Это, конечно же, упрощает работу, потому что то, что ты видишь, и то, что не радует глаз, может фактически уже сегодня быть донесено до первых лиц города Сыктывкара. И, соответственно, за этим мы уже ждем реакцию. Поэтому и получаем ее. Поэтому это, конечно же, плюс. Естественно, чем я, как депутат, обязан пользоваться. Я это и делаю. Участвует депутат Госсовета и в постоянных встречах с жителями орбиты. Порой на таких рандеву власти и сыктывкарцев страсти зашкаливают. Накипело. Понимаю, говорит Артеева. Но без этого никуда. И я считаю, что такого рода встречи и контакт первых лиц города на этих встречах позволяет, во-первых, еще раз корректировать городскую программу. Благодаря вот этим точечным каким-то сигналам бюджет может корректироваться или план ремонта, он может как-то видоизменяться. А значит, упор будет сделан ровно туда, где это необходимо в короткие сроки. По пути уже на прямую линию в общественную приемную главы останавливаемся около одного из корпусов университета. Здесь, на заброшенном пустыре, уже скоро будет целый образовательный комплекс. И первым объектом, который сдадут, станет детский сад. Садик, где у нас будет построено 220 детских мест в сроке возведения. Думаю, что конец 2013-го, начало 2014-го года он уже должен быть включен в эксплуатацию. Я так понимаю, это будет самый главный подарок от Деда Мороза в следующем году для местных детей и их родителей, да? Очень хотелось бы уверить. Чтобы не дождутся уже места в детском саду? Конечно. Многие дети действительно не попали в наши детские сады в этом году. И отставание очень огромное еще. Дефицит мест большой, поэтому в том или ином виде через семейные детские сады, частные, коммерческие, через возведение вот таких новых объектов, я думаю, что проблема будет постепенно все-таки снижаться и сниматься вообще. Решаем одну проблему с отсутствием детских садов, то, естественно, возникает проблема номер два. Дети вырастают, и детского сада поступают в школу. Поэтому в ближайшее время также станет необходимость строиться школ. И, слава богу, именно в этом месте эта проблема как бы решается в комплексе. То есть вот детский сад, тут же будет строиться школа на 1200 мест, что я думаю, что это также позволит прилегающим домам и тем детишкам, кто ходит в этот детский сад, попасть уже именно в эту школу, что рядом, что удобно. Уже на прямой линии по вопросам образования, где, кстати, депутат социального комитета госсовета комиссар Гертеев был модератором, работали чуть больше часа. И за это время поступило с десяток звонков. Тут время просто не терять ни ваше, ни наше. Давайте-то вам так. Я для себя этот вопрос зафиксирую. А около 14 часов в Министерстве образования обсудили кадетство. Причем, как оказалось, самого молодого депутата госсовета, а Сергея Артеева 35, знают многие, и не только сыктывкарцы. Ведь почти за двухлетнюю законотворческую деятельность он успел побывать в десятках разных мест. И, кстати, с темой кадетства Артеев тоже уже работал. Сталкивался с общественниками. Все, что происходит в области кадетства, кадетского движения, это все инициативно и с большим трудом. Преподаватели в свободное уже от работы время организовывают эти дополнительные занятия, дополнительно приобретают и за свой счет некие учебные пособия. Говорили об этом и учителя тех школ, где сегодня развивают это направление патриотического воспитания. Кстати, в КОМе всего 9 таких классов. Самые показательные в Сосногорске и Устильме. И, по словам преподавателей, школьников, кадетов, ни с кем не спутаешь. Это дети, которые подтянуты, они дисциплинированы, они требовательны не только к окружающим, и к каким-то ведомствам, да, они требовательны в первую очередь к себе. Чуть больше года свой кадетский класс появился и в Старожевской школе. И теперь, по словам директора, народного учителя России Ангелины Захаренко, отказников, так она называет у колонистов от армии, в ее силе станет намного меньше. Работая год, я убедилась, шестиклассники стали совершенно другими. Другое отношение к учебу. Даже управка у них изменилась. И я думаю, что если мы хотим воспитать настоящего гражданина России, то нужно идти через кадетское движение. После полуторачасового обсуждения, хотя первоначально планировали ложиться в час, стало ясно, собраться придется еще раз и уже в расширенном формате. Однозначно приглашать представителей военкомата, ведь и они должны быть заинтересованы в том, чтобы развивать в регионе кадетство. Сергей Вячеславович, только что мы были на кадетах, сейчас запланирована встреча в среде гранов орбиты. Насколько часто приходится с полярных тем переключаться в течение дня? Абсолютно легко. Люблю общаться с этими и другими людьми, тем более, когда эти люди тебе знакомы, то переключения просто не происходят. Ну и потом, мы знакомы давно, я проблематику знаю, поэтому по сути иду как к старым друзьям. За чашкой чая успели поговорить обо всем, от пенсии до новогодних подарков. О проблемах своих подопечных Сергей Артеев знает и уверяет, если бы не заинтересованность самих ветеранов, решать их было бы гораздо сложнее. Сергей Вячеславович, ну, введите вас в свой кабинет. Кабинет у меня вот, единый, общий, мой стол вон там. У вас тут исключительно реальная демократия, да? Абсолютно. Все вместе сидят. Все открыто, все прозрачно, в буквальном смысле. Ближе к пяти вечера мы добрались до рабочего офиса Сергея Артеева. Своего кабинета в госсовете у депутата, который работает на неосвобожденной основе, нет. Но справляюсь и так, признался собеседник. Сегодня у Артеева свой достаточно молодой, но перспективный транспортный бизнес. Грузовые перевозки на севере. Здесь же в офисе своего руководителя коллектив успокоил. За то время, пока его не было, ничего внештатного не случилось. Мы сегодня были зрители на то, что вы в офисе появились первый раз за весь день. Можно в один день сделать многое по общественной жизни. Ну, так или иначе, поскольку график деятельности у меня такой свободный, то я могу планировать, так сказать, и делать определенные такие акценты по дням. В один день одно, другой день другой и так далее. Ну, надеюсь, что то, что сделано сегодня, оно действительно даст свой результат. Ну, а по работе наверстаем завтра, послезавтра. Все успеем. Вспомнил Сергей Артеев и про прямую линию. И такой формат очень удобный, говорит депутат. Завтра мы будем, так сказать, принимать определенные решения, потому что сегодня была горячая линия. Из того, что мы там услышали, из того, что мы, так сказать, сказали людям, так сказать, сразу, да, отвечая на вопросы. Есть те вопросы, которые там сразу не ответишь. Их надо прорабатывать до конца. Поэтому завтра будем готовить и запросы, надо будет сделать ряд телефонных звонков, для того, чтобы ряд вопросов отрегулировать более четко. И дать людям исчерпывающий компетентный ответ. Уже по традиции дома наш герой появляется после 7 вечера. Здесь его ждут с нетерпением. Сегодня в семье Артеевых запланировано ответственное дело – украсить елку. С будущей супругой студенты из Ижинь познакомятся в общежитии. Уже сегодня они воспитывают двух детей – дочь и сына. И с новогодней красавицей дружная чта справляется быстро. А видишь, какая ручка? Очень красивая. Смотри, как она горит огонь-каник. Как в новогоднюю ночь она будет красиво смотреться, правда? Дед Мороз точно ее не пропустит. А вот Дед Мороз. Жители нашего города Сыктывкар, жители всей республики. От всей нашей семьи желаем вам счастья в новом году, здоровья, благополучия в ваших семьях. Пусть все у вас в новом году сложится так, как вы хотели. Я пожелаю счастья, везения и удачи в новом году. С Новым годом! С Новым годом! С нашим героем мы расстались уже после восьми вечера. Ему осталось сделать, пожалуй, самое главное дело сегодняшнего дня – проверить домашние задания дочери. Ну а с вами увидимся уже в новом году. Хороших вам новогодних каникул! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова